Арманд Асанте Композитор Станислас Серевич Оператор Деннис Льюистон Исполнительные продюсеры Фрэнсис Форд Коппола и Фред Фэтчс Продюсер Джон Дэвис Авторы сценария Джон Голсмит и Майкл Барлоу По роману Роберта Льюиса Стивенсона Режиссер Иван Пассер В середине 18-го столетия Шотландия была страной, разделенной между шотландскими горцами, верными королевскому дому Стюартов, и саксами, которые поддерживали английского короля Георга II. В 1746 году принц Карл Стюарт, известный так же как Карл Эдуард, он же Красавчик, попытался захватить престол и потерпел поражение в битве при Каладене. Для горцев наступили суровые времена. Репрессии англичан были зверскими, варварскими и исключительно жестокими. Сторонники Стюарта, известные как якобиты, преследовались и подвергались казни. Но в 1751 году, пять лет спустя, в стране еще остались верные якобиты. С риском для жизни они продолжали свое дело. Самым известным среди них был Алан Брэк Стюарт. Не двигайся. Итак, я ищу человека, предателя и дезертира, опасного преступника. Его зовут Алан Брэк Стюарт. Я никогда не слышал об этом человеке. Он из якобитов, из тех, что восстали против нашего истинного короля Георга. Храни Господь их величество, и ты говоришь мне, что никогда о нем не слышал. Я не лгу. Я тебе заплачу, сынок. Сотню гинной. Но раз в твоей пустой голове ничего нет... Пожалуй, я начиню ее свинцом. Клянусь богом, я не знаю этого человека. Ты молодец, Рори. Что? Алан! Алан, черт, Арсокин сын! Джордж! Привет, Джеймс. Ты вернулся? Да. Мошенник. Я знаю, что этого мало, но это всё, что мы смогли собрать для короля во Франции. Скажи, что это за перья, Аллан? Полагаю, это перо африканского попугая. А на рубашке у тебя французское кружево? Вроде бы. Да, это очень красиво. Видела мои новые сапоги? Иди на свою кухню, женщина. Есть сильный мужчина. Не обращай внимания, он одевается как пугало. Когда я был у Аппина, то слышал разговор о новых выселениях, это правда? Это так. Но я советовался с адвокатами. Опять эти адвокаты, неужели? Ты не победишь их мечом и пистолетом, но бумагой-чернилами их тоже не победить. Ты выслушаешь меня, не стану. Колин Кэмпбелл не успокоится, пока не вышвырнет последнего шотландского горца из своих земель. Ты думаешь, что кто-то сможет ему помешать? Ты ничего не понял. Он продал себя англичанам ещё 30 лет назад. Чего тут понимать? Ты никогда не слышал советов. Даже когда тебе было 5 лет, как я помню. Умоляю. Колин Кэмпбелл рассудительный человек. Ты слышала это, Мэгги? Красная лиса. Он считает его рассудительным. Он лжёт, хитрит и предаёт. А ты хочешь это узаконить. Вы двое даже в могиле не перестанете грызться. Так скажи ему. Мне нечего ему сказать, и тебе тоже. Если встаёшь на пути у Колина Кэмпбелла, то он найдёт способы устранить тебя. Нет, мы боимся другого человека, Аллан. Он из Лондона. Аллан о нём не слышал. Но я слышал о мистере Уильяме Ридди. Ты отправляешься во Францию? Да. Хорошо. Я организовал для тебя встречу с Красной Лисой в медвежьей гостинице. Рид собирается поймать тебя и повесить до конца месяца. Это правда. Повесить дело не хитрое, а вот насчёт поймать – это уже гораздо сложнее. Он другой породы, холоден как лёд. Джеймс. Вот твоя расписка. Ты у нас переночуешь? Нет. В другой раз, Мэгги. Да. Ты мне в прошлый раз обещал. Ваше здоровье. Одиннажды два – два. Два. Дважды два – четыре. Касандинская начальная школа. Три. Трижды два – шесть. Четыре. Четырежды два – восемь. Пять. Пятью два – десять. Шесть. Шестью два – двенадцать. Семь. Семь ю два – четырнадцать. Восемь. Восемь ю два – шестнадцать. Девять. Девять ю два – восемнадцать. Десять. Десять на два – двадцать. Одиннадцать. Одиннадцать на два – двадцать два. Двенадцать. Двенадцать на два – двадцать четыре. Счастливо, Дэвид. Да пребудет с тобой удача, Дэвид. Спасибо. После смерти своих родителей Дэвид Белфур попрощался со своими друзьями и соседями по родной деревне Эссендин, что лежит в безмятежном спокойствии в долинах Шотландии, где всегда царит мир. Он отправился на поиски своей судьбы, судьбы, которая приведет его в далекие высокогорье Шотландии, в самый центр политической суматохи и ко многим опасным приключениям. Доброе утро, сэр. Доброе. Да, доброе утро. Я пришел попрощаться. Тебе не жаль покидать Эссендин? Это очень красивое место, сэр, но я ведь больше ничего не видел. Истинно так. Послушай меня, Дэвид. Когда твоя мать умерла, а твой бедный отец тяжело заболел, он передал мне одно важное письмо. Он сказал, что в нем твое наследство. Наследство? Как только я умру, сказал он, отдайте это письмо моему мальчику и отправьте его в дом Шоузов в Кременде. Причем здесь мой отец и дом Шоузов, сэр? Я и сам не знаю, Дэвид, но фамилия у этой семьи такая же, как и у тебя самого. Это правда. Можно взглянуть, сэр? Прочесть? Ну, разумеется. Твой отец был джентльменом, да. Даже не сомневайся. И весьма образованным человеком для сельского учителя он никогда не говорил о своем прошлом. Но твоя мать говорила. Она упоминала о какой-то грандиозной семейной ссоре. Хотя бы мой мальчик не пострадал, сказала она. Не дай Боже ему увидеть дом Шоузов. Я беспокойся о тебе, Дэвид. Беспокойся. Оставайся. И продолжай дело своего отца. Я должен идти, сэр. Я, собственно, и не рассчитывал, что ты передумаешь. Тебе надо со всеми попрощаться. Что ж, прощай. И да хранит тебя Господь, Дэвид. Храни вас, Господь, сэр. Субтитры подогнал «Симон» Также здесь покоится тело Александра, мужа, вышеназванный, и школьного учителя в этом приходе. Умер в мае 1751 года. Субтитры подогнал «Симон» Давненько ты к нам не заглядывал. Мэри. Вот твоя эль. Стоять, Аллан. Я думал, у нас дружеская встреча. Зачем тебе оружие? Ты ведь не просто тупоголовый якобит, Аллан Брэк. А ты не просто предатель, Колин. Сам Иуда мог бы тебе позавидовать. В уме тебе не откажешь. Да. Ты пьешь? Знаешь, я не могу этого понять. Как такой умный человек может разменивать жизнь на такие глупости? А я и не жду, что Кэмпбелл поймет идею преданности. Преданности кому? Признай, никакой Стюарт никогда не вернется на трон. Ты считаешь? Никто не примет это всерьез. А король Георг принял. Я сам шел с принцем на Лондон. Этот милашка принц? Да. И разве Далина подчинилась ему? Англия подчинилась ему? Тоже нет. И что в результате? Он спасался бегством. Нет, его предали люди. Вроде тебя, Колин. Такие, как ты. Предатель. История. История. Подумай сам, как ты живешь. Ты изгой, ты беглец. И ты задыхаешься от собственной нищеты. Так? А разве у меня есть выбор? Присоединись к нам. Присягни королю Георгу и делу Англии. Моя нищета только укрепляется. Мои намерения, Колин. И совсем не улучшает жизни твоих людей. Да. Мы стремимся выселить их с наших земель. В смысле, изгнать их с родной земли и вырвать игрушки из рук их детей. Так что ли? Соглашайся, и я защищу их. Всех до единого. Джеймс Глент, он был тебе отцом. Я верну ему землю завтра. У тебя есть полномочия? Я агент короля. Разумеется, у меня есть полномочия. Ты обещаешь? Я не обману. Клянешься? Я спрашиваю, ты клянешься? Ты клянешься? Хорошо. Я выпью. Договорились. Договорились, Аллан. Проклятье. Он сбежал. Вам это дорого встанет. Будь я проклят, если стану держать ответ перед любым выскочкой. Я подчиняюсь только одному королю. Одного моего слова достаточно, чтобы отправить вас обратно в вашу чёртову дыру. Где бы это ни было. Лёгкая угроза? Не, это весьма серьёзно. Это очень серьёзно. Просто делал. Лёгкая украдка. Лёгкая украдка. Лёгкая украдка. Лёгкая украдочка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Оно заряжено. У меня письмо мистеру Эбенезеру Беллфуруй Шоулс. От кого? Вас это не касается? Он здесь? Оставь письмо на пороге и ступай себе дальше. Это письмо с уведомлением. Что? Письмо с уведомлением. Ты кем будешь? Моё имя Дэвид Беллфур. Твой отец умер? Да, разумеется, он умер. Что ж, юноша, сейчас я открою. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Иди на кухню налево. Ничего не трогай. Ничего не трогай. Это не ваша еда? Можешь есть. Теперь дай мне письмо. Я же сказал, оно для мистера Белфора. А я кто, по-твоему? Слуга, что ли? Мне их нет. Дай мне письмо от Александра. Вы знаете имя моего отца? Наверное, я должен знать имя своего родного брата. Кстати, я твой родной дядя даю. Так что давай мне письмо и садись есть эту кашу. Ты знаешь, что там? Нет, можете прочитать, сэр. Печать еще не нарушена. Что привело тебя сюда? Я доставил письмо. Да, но ведь ты на что-то надеялся. Я полагаю. Признаюсь, сэр, когда я узнал, что мне выпало такое дело, я, сэр, решил, что это может мне здорово помочь в жизни. Это точно. Не сомневайся. Но мне не надо одолжений. Я не попрошайка. Тебе что-то такое есть. Что ж, когда бы беден я ни был, сэр, у меня есть друзья, которые с радостью мне помогут. Не надо заводить эти разговоры. Если ты уже наелся, то я бы и сам не против перекусить. Я с удовольствием съем эту кашу. Отец давно умер. Три недели назад. Он был очень скрытным человеком. Скрытным и молчаливым. Он тебе про меня рассказывал? Я даже не знал, что у него есть брат. О, боже ты мой. Я так и думал. Хорошо, что я тебя впустил. Ты побудь здесь, а я займусь своими делами. Побудь. КОНЕЦ КОНЕЦ Моему брату Абенезеру на его пятилетие. КОНЕЦ КОНЕЦ Любишь читать, Дэвид? Очень люблю, сэр. Забыл тебя спросить. Где твоя мать? Она умерла два года назад. Она была красавицей. Да, еще какой. Мой отец быстро учился, правда, дядя? Александр? Нет, это я был умником. А что? Эта книга подписана вам, моему брату Абенезеру, на его пятилетие. И что с того? Вы же старший брат, разве нет? Разумеется. Но это не детский почерк. Это писал наш отец. Я хорошо помню, как Александр попросил отца подписать эту книгу. Да. Какое достижение религии. Ты мог бы заняться чем-то другим, Дэвид. Тэвид. 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 Продолжение следует... Алан Брэк в нашей ловушке, сэр. Продолжение следует... Огонь! Он уходит. Стреляем на поражение. Он оставил это вам, сэр. Прекратите смеяться. Мистер Рид. Джон Маккензи. Мой человек. Если надо будет сделать ему выговор, я это сделаю. Кролину Кэмпбеллу, Красной Лисе и мистеру Вильяму Риду, от человека без места и без имени, по поручению короля Джеймса VI Шотландии и первого короля Англии, передаю следующие слова о курительном табаке. Очевидное отвращение для глаз, омерзение для носа и вред для мозга. Я поздравляю, мистер Рид. Он всегда был умным, этот Алан Брэк. А вы, ничтожный глупец. Из-за вашей вонячей трубки он нас раскусил. Вы никогда не едите ничего, кроме каши, дядя? Нет. Нет, нет. Никогда, Дэвид. Дэвид, я тут подумал. У меня есть деньги, которые я обещал, половина из того, что я обещал тебе, когда ты родился. Я обещал их твоему отцу. Да, это неофициально, сам понимаешь. Я хранил эти деньги отдельно. Это было очень нелегко, но обещания нельзя нарушать. Отойди! Сядь. Просто сядь, Дэвид, мой мальчик. Итак, в результате жесткой экономии эта сумма достигла определенных пределов. А если быть ткачным, это шестьдесят. Да-да, шестьдесят гинны. Представляешь? Шестьдесят гинны? Это очень хорошие деньги. Пересчитай. Считай. Есть еще. Еще, сэр? Гораздо больше. Мы с тобой, последний из рода Белфоров. Ты и я, Дэвид. И у нас есть имение. Вопрос в том, как все сложится после того, как я уйду, и каким образом я должен тебя к этому подготовить. Это очень сложное дело, Дэвид. Мы говорим о существенных, если не сказать больше, земельных владениях и собственности. У меня есть разные бумаги, завещания, акты, договора, грамоты, дарственные и так далее. Я храню их в сундуке, на самом верху. Ты не сходишь за ними? Конечно, деда. За этой дверью есть лестница наверх, иди по ней, увидишь сундук. КОНЕЦ КОНЕЦ Дядя, помогите. О, нет. Дядя, на помощь. Дядя. Дядя. КОНЕЦ О, Господи. Дэвид. Слава Богу. Дэвид, ты не пострадал. Садись. Сядь. Я дам тебе попить. Что случилось? Лестница. Ты упал? Да. То есть, нет. Она подо мной обрушилась. Вся лестница? Боже мой. Да. Боже мой. Дай посмотреть. Все в порядке. Ничего не сломано. А ты... не нашел сундук? Повезло, что еще остался жив. Завтра утром мы поедем к Винсферри. Мой адвокат, Рен Кейлор, хранит копии всех документов. А потом, наверное, остановимся в гостинице повидать капитана Хассизана. У тебя нет других планов на завтра, Дэвид? Нет. Конечно, нет. Хорошо, очень мило с твоей стороны, Дэвид. Тогда мы так и поступим. Капитан Хассизан. Мистер Белфур. Какая приятная неожиданность, сэр. Да, я проезжал мимо и вспомнил, что надо подписать несколько бумаг. Позвольте представить моего второго помощника, мистер Рай. Рад знакомству, мистер Белфур. Это сын моего брата, Дэвид Белфур. Наследник Шоус. Капитан. Это большая честь, мистер Белфур. У вас здесь очень жарко, капитан Хассизан. У меня ледяная кровь, сэр. Каждому из нас дано то, что решил Господь. Дэвид, закажи для нас еду и писье, а мы не овсянку и кружку Эля. А себе возьми все, что захочешь. Все, что хочешь. О деньгах не беспокойся. Спасибо, дядя. Господа. Приятный юноша ваш племянник. Он мне очень в тягость. Я бы хотел от него избавиться. Привет, дружище. Привет. Старик Хизи у себя? Старик Хизи? Шкипер Завета? Лучшего корабля во всем мире нет? Да, он у себя. А у меня для него записка. Я Юнга. В самом деле? Такой уж он человек, этот наш шкипер. Ему на все плевать. Абсолютно ничего его не волнует. Ужасно. Он будет топить корабли до судного дня. Правда? Я скажу тебе. Он не моряк. Другое дело, мистер Шуан. Наш штурман. Он лучший моряк в наших краях. Самый лучший. Смотри. Он сделал так. А шо он сделал? Вот так. Но я ему отомщу. Я его достану. Все готово. Хорошо. Ты родственник Эбеназера? Да. Да, я сын его брата. Сын мистера Александра? Да, так и есть. Ты, должно быть, был еще младенцем, когда он умер. Мой отец умер три недели назад, сэр. Есть одна история об Эбеназере, которую кто-то выдумал. Очень жалостливая. Я не понимаю, какая история. Что Эбеназер убил своего брата. Нет, нет, он этого не делал. Зачем ему убивать родного брата? Ради имения, разумеется. Это загадка. Если он не убивал своего брата, то как ему досталось все имение? И Александр был старшим сыном? Да. Конечно. Вы знаете адвоката по имени Рен Кейл? Сэр. Очень хорошо знаю. Вы не могли бы мне сказать, где он живет? И Александр. И Александр. Ура! Не унывай, дружище. Это не конец, Света. Вот. Сделай глоток этого. У него лихорадка. Надо забрать его из этой дыры и отнести на полбах. Ваше предложение, мистер Рай, касается исключительно вас самим. Мне платят. И не слишком много для второго помощника на этой лоханке. Мне платят за службу. Я не хочу быть соучастником убийства. Вы считаете, что он умирает, мистер Рай? Да. Поступайте, как считаете нужно. Вставай. Поднимайся, парень. Вот так. Мы идем наверх. Так. Осторожно. Аккуратно, помедленнее. Давай. Мистер Шон, иди сюда. Это не я. Ах ты, воришка. Давай. Я тебя выведу на чистую воду. Нет, не надо. Нет, не надо. Ради бога, хватит. Нет, пожалуйста, не надо. Сэр. Сэр, умоляю вас. Вот так. Все хорошо. Давай. Знаешь, это очень любопытно. Мистер Шон, когда трезвый очень тихий, добрый человек, лучший моряк на этом проклятом корабле. Увидишь мистера Шона пьяным? Он сущий дьявол. Я не должен здесь находиться. Да. А я совсем наоборот. Когда я трезвый, то всегда очень мрачный. У меня есть друзья, которые хорошо заплатят, если вы мне поможете. Видишь, когда я выпью, то есть почти всегда я просто ангел. Я ангел. Мне надо написать одну строчку мистеру Кэмпбеллу из Эссендина. Пожалуйста, мистер Райк. Да, капитан. Нет. Прошу вас. Нет. Сэр. Я... Сэр, я умоляю вас. Жизнь — это маятник, приятель. То так, то эдак. Посмотри на меня. Я сын помещика и почти наполовину врач. И вот я где. Прикован к капитану Хасизену. Не унывай, парень. Не унывай, парень. Его видели два часа назад. Я думаю, он направился либо в Крэйншилл, либо в Дреймор. Разделитесь. Ты пойдешь в Крэйншилл, а твой прапорщик — в Дреймор. Полагаю, у вас есть там осведомители? Я о них не знаю. Тогда придется использовать мои. Эвэн из Аппена. Нет, меня зовут Томас Клустон. Да, что было в прошлый раз? Роберт, дай мне денег, парень, дай мне денег. Ваше путешествие полностью оплачено. Французский корабль. Все устроено. Да, я знаю, капитан. Пероль на борту. Через четыре ночи корабль покидает побережье, сэр. Вас ждет постель в гостинице Крэйншилл. Ждите там. За вами придут друзья. Будьте осторожны. Хорошо. Все меняется, Аллан. Стало очень трудно найти верных людей, а из Лондона приехал новый человек. Этот ходячий дымоход мистер Уильям Ритт. Я скоро его увижу. Смотри, не задохнись. Надеюсь, скоро. Я устроился слугой на его кухню. Опасная игра, Эван. Как ни крути, а с ним нельзя не считаться. Еда для заключенного? Очень хорошо. Поддерживаю его в хорошей форме, чтобы он стоил подороже. А уж о тебе потом. Не забуду. Что за узел, Робби? Простите, мистер Шон. Главное, чтобы товар был хорошим. Да, сэр. Ты знаешь, куда мы направляемся? Конечно, знаю. Куда? Да. В Южную Каролину капитан говорит, что хочет получить за тебя 60 гены. О чем ты? Он и раньше этим занимался. Продавал рабов с аукциона, поднимал цены. Меня хотят продать в рабство? Знаешь, наш капитан не берет пассажира в плавание. Рэнсон, послушай, выслушай меня. Помоги мне бежать, и я хорошо тебе заплачу. Хочешь заключить со мной сделку? Я знаю пару трюков, поинтереснее. Разве ты не хочешь избавиться от побоев мистера Шуана? Пусть только попробуют. Я это украл. Я. Он не смеет меня трогать. Иначе я убью его. И он не первый. Нет, мистер Шон. Нет. Нет. Встать. Будешь работать в хормовой рубке. Рэнсон будет тебя подменять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пьяная скотина! Ты знаешь, что ты наделал? Ты убил этого парня! Мистер Райк, это нельзя разглашать. Парень свалился за борт. Вот и вся история. Вы должны были остановить это. Дайте это мне. Я убью тебя! Давай, я с тебя кожу сдеру, пьяная сволочь. Зачем вы выкинули хорошую бутылку? Это же бессмысленно. Вот, Дэвид. Принеси мне еще одну. Из нижнего ящика. И пошевеливайся, черт возьми. И пожелал Господь Всемогущий в своем великом милосердии забрать к себе душу нашего дорогого брата, погибшего здесь. Мы придаем его тело морским глубинам. Пусть оно там, упокоится с миром и найдет воскресенье, когда море пожелает вернуть нам тело умершего. Я раньше тебя не видел. Нет, сэр. Тут был другой мальчик. Да, сэр. Я думал, что... Думал. Вы видите французский корабль? Он там. Все как должно быть. Эй, капитан! Капитан Пероль! Эй, капитан! Это французский? Да. Капитан Пероль! Капитан! Пустите лестницу. Храни вас Господь. Вы мне так помогли? Здесь какая-то ошибка. Вы не похожи на француза. В отличие от вас, сэр, на вас одежда французского солдата и выговор у вас шотландский. Ступайте на борт. От такого вежливого приглашения просто грех отказываться, полагаю. Вы... Полагаю, что вы да. Что до моих причин, я скажу вам вот что. Я за успех и процветание моей команды и против всего остального. Вы практичный человек. Надеюсь. У меня редкие жажды и голод. Это можно вылечить, сэр. Если вы пройдете кормовую руку. Благодарю, капитан. Сюда. Отойди. Да, я еду во Францию. Здесь проходил французский корабль, на который я хотел сесть, но, вероятно, в тумане. Я его потерял. А если вы сможете высадить меня на берег там, куда я направляюсь, я щедро заплачу вам. Во Франции? Нет, сэр, это невозможно. Но насчет того, откуда вы пришли, это интереснее. Дэвид, сбегай на камбус и принеси джентльмену месс. Живо! Лучше оставить его там, он не сможет достать оружие. Да, но с ним трудно договориться. Половина денег, и я ваш человек. Я же сказал, все эти деньги мне не принадлежат. Я везу их другим людям. Было бы глупо не истратить часть из них, чтобы остальное было в безопасности. Но, сэр, я буду негодяем, если истрачу. Столько? На расход? Сто генеемая цена. Пятьдесят. По рукам. Даю вам слово чести. Мы немедленно меняем курс. Я отдам распоряжение. Спасибо, друг. Так вы якобит? Да. А ты, судя по твоему лицу, сторонник короля Георга. Середина наполовину. Середина наполовину. Эта бутылка уже опустела. Я плачу пятьдесят генея капитану. Я требую себе хорошей выпивки. Я пойду к капитану и попрошу ключ. У вас есть пистолет, капитан? А у него два. Все остальное оружие хранится на карме. Это наш шанс забрать его. Капитан, джентльмен просит выпивки, а его бутылка пуста. Вы не дадите мне ключ. Дэвид, мальчик мой, этот горец представляет для нас опасность. К тому же он противник короля Георга, хранил Господь. Да, у нас есть сабли на носу корабля. Но все пистолеты лежат на корме у него на виду. И если я или мистер Райк пойдем за ними, он сразу насторожится. Но парень вроде тебя, Дэвид, сможет взять парочку пистолетов, не вызывая подозрений. Будь умницей, и я вспомню об этом, когда приплывем в Южную Каролину. Вот часть денег, которые у тебя были. И мои извинения, Дэвид. У меня было шестьдесят геней. Дэвид, ты забрал твой дядя. К тому же у этого якобита целый пояс с золотом. Даю тебе слово, что ты в накладе не останешься. Обещаю. Вы хотите, чтобы вас убили? Да. Неужели все так плохо? На корабле одни убийцы. У них тут целая банда. Они уже убили Юнгу. А вы, мистер Якобит, будете следующим. Ну, до меня им не добраться. А ты на моей стороне? Я не убийца. И не вор. Я пленник. Хорошо. Как тебя зовут, пленник? Меня зовут Дэвид Белфорн из Шоуз. Из Шоуз? Правда? Моя фамилия Стюар. А зовут меня Аллен Брэк. Я неплохой человек. Тебе еще предстоит это узнать. Ха-ха-ха-ха. У меня есть ключи. Не потеряй их. На нас могут напасть с трех сторон, Дэвид. Из окон, через люк и из двери. Я запру дверь? Не надо. У меня только одна пара глаз. А пока эта дверь открыта, я смотрю на нее, враги будут находиться передо мной. А это самая удобная пациентка. Ты умеешь драться? Никогда не умею. Вообще никак нет. А ножом? Нет. Ты хоть на курок сможешь нажать? Я дам тебе заряженный пистолет. Конечно, смогу. Отец учил меня охотиться на крокодилов. Поблагодарим за это Господа. Но я не важный стрелок. Но тебе это понравится, обещаю. Не каждый человек решится на такое. Шшш... Шш... Не очень длинный Жаль Как-нибудь справлюсь Держись рядом Я буду следить за дверью Основной огонь я приму на себя Стой рядом с кроватью и смотри за окнами И за люком У меня тоже только одна пара глаз, мистер Стюарт Да, но у тебя еще пара ушей? Им придется разбить окно Вот и славно Тогда ты их не пропустишь Вперед, ребята Там все наше Добычу делим поровну Пойдем, идите за мной А кто еще пойдет? Приготовиться К нам идет команда Матери А кто еще пойдет на себя? Продолжение следует... Пойдем Перед плачем А кто же она? Используйся Используйся А кто же они? Перед плачь А кто же она? А кто же я? А кто же она? Ты ты? Ну, я sola А кто же она? А-а-а! Иди ко мне, Дэвид Я люблю тебя, как брат Но я не такой красавец Устроим переговоры Ничего другого не остается Эту пуговицу оставил мне мой отец Дункан Стюарт Он умер, когда я был малышом Он лучше всех владел холодным оружием Оставь ее себе на память Об этом дне Где бы ты ни был, покажи это И мои друзья помогут тебе Эй, в рубки Эй, вы там Может, договоримся? Послушайте меня, ребята Я предлагаю вам обмен Это На две бочки с водой Если он выживет, то я поговорю с капитаном Да, с ним все в порядке Это больше, чем он заслуживает Такое, что, чтобы ты не убираю Апчазы Мне бы быть, что он раз divulгал Я должна быть, что он Играем Апчазы 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 Ты мне поможешь, Дэвид? Эй, в рубке! Эй, вы там! Вы злоупотребили моим гостеприимством, сэр. А у меня нет выбора. Я дам 30 геней, если вы высадите меня на берег близ Арднамуркана. Мне не хватает людей в команде. А мой штурман, мистер Шуан, принял смерть от вашей сабли. 50! 30! Если бы я не потерял столько денег в этом разорительном путешествии, я сразу бы вас повесил. Да? Задраить люки! Надвигается шторм! Знаешь, я верю этому капитану не больше, чем ядовитой змее на болоте. Видишь это? Здесь золото. Пусть оно побудет у тебя. Пока мы не сойдем на берег. Как скажете, я доверяю тебе. Ты внушаешь мне доверие. Можете не бояться, я не вор. Я не это имел в виду. Ты слышал о налогах? Многие люди их платят. И все благодаря нашему королю Георгу. Но это правильно, Дэвид. Они устанавливались в течение многих лет, а теперь эти налоги удваиваются. Вот. Это в пользу истинного короля этой страны. Просто он находится на другом берегу, во Франции. Они платят налоги двум королям? Да. Ты смотришь на человека, который их собирает. Я буду откровенен. Я за короля Георга. Но ваш поступок... Ваш поступок выглядит благородным. Благородным. Ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Я буду хранить ваше золото, как свое собственное. Да, я в тебе не сомневаюсь. Но вот что я тебе скажу. Видишь ли, когда принц Карл спасался бегством, за его голову была назначена цена в 30 тысяч фунтов. Ни один мужчина, женщина или ребенок из высокогории Шотландии не предали его. Вот и подумай об этом, мистер Середина наполовину. Так ты себя называешь. Два румба направо. Направо, направо. Есть. Капитан. Капитан, она не выдержит. 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 Дай мне руку. Давай. Мистер Рай. Дай мне руку. Дэвид. Дэвид. Поворачивайте. Давайте, парни. Дэвид. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дэвид! 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 Брэк! Наш порох сухой. Шевелись! Быстро! Давай! Робби! Обыщи его! Возьми деньги! Ничего нет! Они у мальчика! Тогда убейте его! Да! С таким тяжелым грузом он точно утонет! Утонет как камень! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! А-а-а! 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 Эван? Вперёд! За ним! Убейте его! За ним! Вспешивайся! За ним! Не дайте ему уйти! Он где-то там! Вперёд! Алан? Тебе надо уходить отсюда! Слева! За камнем! Тебе надо уходить отсюда! Мы уже ранили его! Он наполовину мертвец! Будьте начеку, люди! Эти горцы хитры, как лисы! Ты на день от него отстаёшь! Он жив? Судя по всему, да! А-а-а! Хорошо! А куда он направился? К западу? Свои родные места! А что это за место? Я скажу тебе, раз у тебя есть его знак Аккорн Мы здесь в безопасности Алан, послушай Тихо Этот Рид Сейчас не время для беседы Это заговор Что-то ужасное Убийство Алан Кого? Я не знаю имени Но они хотят обвинить Джеймса из Глэна Халейх, чидрок 14 мая В лесах Леттермора Успокойся Тебе нужен отдых Я дам тебе выпить У тебя есть с собой? Это вода Вода Эван Эван Храни, Господь, твою душу Аккорн Веди на восток через Леттерморский лес Но подожди Я сам туда направляюсь Я пойду с тобой Если не возражаешь против компании слепого человека Почту за честь, сэр Судя по выговору, ты не здешний Наверное, из долины Возможно У тебя голос молодого человека Голос Джентльмена Возможно Это все мои глаза, молодой господин Можно я тебя осмотрю? Да Конечно Поддержишь мою палку? Да У тебя есть черты настоящего джентльмена Все уроженцы долин такие же молчаливые, как и ты, молодой господин Я просто наблюдаю за здешними людьми Они совсем не похожи на горцев Никаких пледов И юбок тоже у них нет Ты знаешь, что король Георг наложил запрет на ношение одежды горцев? Да Ни пледов тебе, ни юбок И волынок тоже Он хочет сломить дух кланов Левый Боюсь, что он исчез, сэр Исчез? Люди не исчезают, капитан Форбс Очевидно, у него есть сообщник Они не оставили следов Насколько серьезно он ранен? Судя по следам крови смертельной Будем надеяться Вы знаете, кем он был? Слугой на вашей кухне Он был шпионом Он назвал себя Хлустоном Но его настоящее имя Эвен из Аппина И много он узнал, мистер Рид? Я как будто слышу пение птиц Так и есть? Будь христианином И принеси мне кружку воды, молодой господин Да, да, разумеется Голубкин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет, для тебя нет Это твой ребёнок? А где Дональд? Он сейчас в Лондоне Почему? У него прошение к королю Георгу на восстановление имения Но король во Франции, Флора Мы и так уже много страдали И у нас есть ребёнок Знаешь, я могу поверить, что слабый человек, вроде Дональда, мог склониться перед королём Георгом Но не ты, Флора Я была готова умереть за тебя, Аллендрек Так я тебя любила Но твой король с другого берега позвал тебя, и ты ушёл Мой король, твой король Ты приютила его сына, принца Карла, в доме твоего родного отца Они сожгли дом моего отца Они изгнали наших людей прочь И никто теперь не заменит мне Дональда Ты назвал его слабым человеком, кажется? А ведь он остался со мной Он женился на мне И это было непросто А ты бросил меня одну, Аллендрек И ты ничего не изменишь А ты бросил меня Что? Вы ещё не готовы? Уже девять часов. Нам предстоит долгий путь в Аккор. Вы готовы к выполнению плана? Я готов ко всему. Я вижу, вы решительно настроены, мистер Рид. По-другому быть и не может. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Добрый день, господа. Добрый день вам обоим. Я направляюсь в Аккор. Вы не подскажете, я на верном пути? Это леса Летер Мора, парень. А зачем тебе Ваккор? Я ещё одного человека. А сам ты кем будешь? Я преданный слуга короля Георгаса. Красиво сказано. Но если мне позволят спросить, то почему такой преданный слуга находится вдали от своей страны? Сэр? 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 Ради бога, мистер Рин, не умирайте. Его застрелили. А мальчишка-сообщник? Вовсе нет. Его попросили нас отвлечь. За ним. Сержант, взять его. Дэвид. Дэвид, быстрее. Они не отступят. Они свалят все вину на Джеймса. И они направляются в Аккорен. А какого чёрта ты забыл в Летерморских лесах? Я шёл за вами. Молодец, парень. Вы доверили мне нечто, что я был обязан вернуть вам обратно. Вот оно, я его возвращаю. Спасибо, что оказали мне доверие, но теперь я покину вас. Я не хочу расставаться с тобой, Дэвид. Здесь лежит мёртвый человек. И оружие, которым он был убит, оно в ваших руках. Ты думаешь, я его убил? Прощайте, мистер Стюарт. Вряд ли мы ещё когда-нибудь с вами встретимся. Постой, Дэвид. Куда это интересно ты направляешься? Домой. Домой. Ты не пройдёшь и пяти миль, как они тебя схватят. Это мои трудности. Выслушай хотя бы мои доводы. Доводы? Какие ещё доводы? Какие? Вы мне очень, очень понравились. Но ваш путь противен мне. Он противен Господу Богу. КОНЕЦ Арманд Асанте в фильме «Похищенный». В ролях Патрик Малахайт, Майкл Китчен, Брайан Блэзд и Брайан Маккарди. Композитор Станислас Серевич. Оператор Денис Льюистов. Исполнительные продюсеры Фрэнсис Форд Коппола и Фред Ферчс. Продюсер Джон Дэвис. Авторы сценария Джон Голдсмит и Майкл Барло. По роману Роберта Льюиса Стивенсона. Режиссёр Иван Пассер. В 1751 году шотландский патриот Брэк Стюор сражался за освобождение высокогорий от английского правления. Горцы, известные как Кикабиты, противостояли королю Георгу и систематически преследовались английскими войсками. Отвага Алана Брэка сделала его героем в глазах его людей, и они доверили ему золото, которое надо было передать шотландскому королю, находившемуся в ссылке во Франции. Ты отправишься во Францию? Да. Я организовал для тебя встречу с Красной Лесой. Но ему противостояли два человека. Красная Леса, сторонник англичан, пытался склонить его на свою сторону. Соглашайся, я защищу их. Всех, до единого. Боюсь, что он исчез. Исчез? А другой, Уильям Рид, из Англии, твердо намеревался его убить. Аллен Брэк в нашей ловушке, сын. Стреляем на поражение. Тем временем, в Межной шотландской долине молодой Дэвид Белфор покинул родную деревню после смерти своего отца. Как только я умру, сказал он, «Отдайте это письмо моему мальчику, чтобы получить свое наследство в доме Шоуз, охраняемым его давно забытым дядей. У меня письмо мистеру Эбенезеру Белфорой Шоуз. Дай мне письмо от Александра. Вы знаете имя моего отца? Наверное, я должен знать имя своего родного брата». Но Дэвид раскрыл преступный секрет его семьи. И Александр был старшим сыном. В отчаянии его дядя попытался убить его. Его похитили и посадили на борт корабля, следовавшего в Америку для продажи врагов. Поддерживая его в хорошей форме, чтобы он стоил подороже. Вот он. Пропустив корабль, следующий во Францию, Алан Брэк Стюарт сел на борт и также оказался пленником. И хотя у них были противоположные взгляды, Так вы, Якобед? А ты, судя по твоему лицу, сторонник короля Георга. Они вскоре согласились сражаться вместе. Ты умеешь драться? И образовали нерушимый сэрис. Приготовиться. К нам идет команда. Дэвид обещал хранить королевские деньги для Аллана, пока они не будут в безопасности. Я буду хранить ваше золото, как свое собственное. Но кораблекрушение в море разлучило их. Дэвид! Звернувшись на шотландский берег, они начали искать друг друга. Возьми деньги. Ничего нет, они у мальчика. Тогда убейте его. Аллану удалось раскрыть заговор. Сейчас не время для беседы. Это заговор. Что-то ужасное. Убийство. Аллан. Кого? Я не знаю имени. Но они хотят обвинить Джеймса из Глена. А Дэвид стал свидетелем и подозреваемым в убийстве Красной Лицы. Его застрелили. А мальчишка-сообщник вовсе нет. Его попросили нас отвлечь. Теперь и Уильям Рид искал их обоих. За ним, сержант, взять его. После встречи Дэвид начинает подозревать Аллана в убийстве. Здесь лежит мертвый человек. И оружие, которым он был убит, оно в ваших руках. И решает отправиться дальше один. Послушай, мои доводы. Доводы? Какие еще доводы? Какие? Вы мне очень, очень понравились. Но ваш путь противен мне. И он противен Господу Богу. КОНЕЦ КОНЕЦ Стой, или будем стрелять. Давай, иди. Раз уж мы тебя поймали, назови свое имя. Отвечай! Брэк! Брэк! Алан Брэк! Вы не попросите своих людей опустить оружие, капитан? Выполняйте. Опустите ружье. И саблю. Если не трудно. Тебе не победить, Алан, ты можешь прятаться в этой богом забытой стране. Но я очень настойчивый человек. Я найду тебя, мистер Стюарт. И повешу. Вы не пройдетесь со мной, сэр. Советую вам застрелить меня сейчас, мистер Стюарт. Застрелить безоружного человека. Разве так поступают англичане, мистер Лит? Роковая ошибка всех горцев. Мистер Стюарт. Наверное, я должен застрелить вас. Но оно не заряжено, как видите. А жаль. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Почему мы оставляем лошадей? Пешком будет безопаснее. Ты самый чванливый человек, которого я встречал. Кажется, я вновь должен тебя благодарить, но... Но... Я не изменю своего мнения. Ты убил человека безоружного. А ты хоть знаешь, кем он был? Он был человеком, невинным человеком. Это был королевский агент. И это твои доводы? Я скажу тебе, мистер Байлфур из Шоус, как другу. Если бы я решил убить Кэмпбелла из Гленура, я бы сделал это в другой стране, чтобы не навлекать подозрения на моих людей. Подозрения? Я же говорил, что Уильям Рейд спишет это убийство на моего родича. Они повесят его, если смогут. Они вышвырнут его людей с их земель. Что, без доказательств? Он стёрт. Разве ты не понимаешь? Это и есть доказательство. Тогда откуда у тебя ружьё? Убийца оглашил меня ружьём и скрылся, прежде чем я смог увидеть его лицо. Вот. Ты сам можешь увидеть след от удара. Да. Там тебя ударили, это точно. Ну, что я ещё должен сделать? Поклястся на Святом Кресте? Я и это сделаю. Нет, я верю тебе. Хвала Господу. Остановись на секунду. Запомни, никогда не требуй от меня оправданий. Пока не обвинишь меня. Справедливость? Какая справедливость? Я был здесь, в Аккорне, когда произошло убийство. Это могут подтвердить надёжные люди. Да. Твои люди, Джеймс. Стюарты из Аппена. А убит был человек Кэмпбелла. Выслушай его, Джеймс. Тебя будут судить в форте Вильяма. Там будет 15 Кэмпбеллов, присяжных, и самый главный Кэмпбелл из всех герцог-арджелл в роли судьи. О, ради бога. А сейчас ты отправишься со мной вместе во Францию. Нет. Так надо, Джеймс. Попридержи из их женщина. Сколько раз тебе повторять? Это заговор, устроенный Ридом. Он поймает тебя и... Повесит. Англичане. Бежим вместе? Нет. Тогда будем драться. Это безумие, Аллан. С твоей стороны. Ты здесь не хозяин, черт побери. Это даст тебе немного времени. Для чего? Чтобы вбить немного ума в свою упрямую башку. Кладите сюда, ребята. Примкнуть штыки. Примкнуть штыки. Готово. Вперед, марш! Они ушли. Не совсем. Это глупо. Опустите оружие. Это лучше вы опустите свое. Настоятельно рекомендую. Он вернется, Аллан. И солдат будет больше. Победа. КОНЕЦ 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 Алан! 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 Я знаю, здесь нельзя оставаться. Уходи вместе со своими друзьями сейчас, пока есть время. Нет, нас повесят вместе, Джеймс. Хотя бы раз в жизни. Алан Брэк, послушай меня. Ради моих людей. Я сдамся им. Сдамся. Зачем? Ты настаиваешь? Послушай меня. У меня одна лишь надежда в жизни – это ты. Найди того, кто совершил убийство. Если кто в Шотландии способен на это, так это ты. Найди его. Представь его перед судом с доказательствами заговора. Ни один Кэмпбелл никогда меня не засудит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я Джеймс Стюарт из Гленн. Давай! Иди быстрее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ради любви Господа, мистер Рид, мы должны очистить Высокогорье капитан Фаркс. Это мой дом. Что-то и во что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты видишь, как работают люди короля Георга? Из-за кого ты теперь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мистер, середина наполовину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо найти настоящего убийцу и привезти его в суд. Мне это не кажется лёгким делом, конечно, если у тебя нет зацепок. Я был бы полным идиотом, если бы взялся за это дело с голыми руками. Как ни крути, это опасная игра. И ты не обязан в ней участвовать. У меня есть выбор? Есть. Тебе повезло, они не знают твоего имени. И у меня есть друзья, которые помогут тебе добраться домой. Джеймс Глент так же виноват в убийстве, как и я. И как джентльмен, я являюсь преданным слугой моего короля, короля Георга. Но я говорю как джентльмен. Это мой долг защищать справедливость, если это в моих силах. Что ж, очень хорошо сказано, друг. Жму твою руку. Ты понесешь за меня золото еще раз? Как скажешь. Но почему? Не знаю. Я вижу, что ты честен. Но мне кажется, что ты везучий. Везучий? Да, везучий. С тех пор, как я покинул Сын-Дин, на меня напали, и меня похитили, и мой дядя пытался убить меня. На меня напал слепой человек, и все мои представления о жизни перевернулись вверх дном. Об этом и речь. Это чудо, что ты еще остался в живых. Теперь иди. И не останавливайся. Куда мы идем? Порт Уильям. Но это военный гарнизон, там полно солдат. Да, это последнее место в Шотландии, где они станут нас искать. Им не придется нас искать, если мы сами к ним придем. Да, напомню мне, чтобы я пришел туда без моей волынки и не в шотландской юбке. Я говорю, пойдем. Это очень хороший пистолет. Он и в половину не так хорош, как эта таверна на пути. Пошли. Дай ему что-нибудь, Харриет. Вот, держи, и не забудь что-нибудь купить. Спасибо, любезная. Это очень странная вещь, Аллан. Очень странная. Я ничего... подобного не видел. Ты продаешь ее, постыдись, Ангус? Ты же церковный староста. Я посмотрю в Библию. У меня нет времени. Ты скажешь, для кого ты это сделал или нет. Я не знаю его имени. Он не так глуп, чтобы сказать его. А я не настолько глуп, чтобы его спрашивать с помощью этой штуки. Я вышибу тебе мозги. Ладно, я назову его клан. Скажи мне имя. Понимаешь, он убил Кэмпбелла. Это Макдональд? Да. Это был Макдональд. Мистер Рид? Сэр, я знаю, где находится Аллан Стюарт. Нет, сэр, с утра я никого не видел. Какая жалость. Что, плохо идут дела? Просто ужасно, сэр. А как насчет твоей памяти? Можно попросить тебя об одолжении, Дэвид? Конечно. Запомни. Дункан Макдональд очень скрытный человек. Он ненавидит людей из долин и ненавидит короля Георга хуже смерти. Надеюсь, ты меня понимаешь. Конечно, нет. Когда-то он имел здесь власть. Он был главой клана. Не сейчас. Добрый вечер, мисс. Сэр. Меня зовут Аллан Брэк Стюарт. Знакомое имя. Да, граф. Дома? Дома. Я могу с ним поговорить минут десять? Проходите, сэр. Господа. Одну минуточку, мистер Стюарт. У него было пять сыновей. И он потерял их всех. А это его внучка Мэри. Она красотка, правда? Да, она хорошенькая. Ты не согласен? У меня не было времени оценить ее красоту. А сколько времени тебе нужно? Одного взгляда достаточно, как мне кажется, если парню нравится девушка. А девушке нравится парень. Можете войти, мистер Стюарт. Спасибо. Хотите чего-нибудь выпить, сэр? Нет. Нет, спасибо. Я вижу, вы не знакомы с традициями горцев. Здесь издавна принято оказывать гостеприимство странникам. И отказ является оскорблением. Простите меня, мисс Макдональд. Можно узнать ваше имя? В каждой деревне и каждом городе висят объявления о поиске Алана Брека Стюарта и его напарника. Меня зовут Дэвид Белфор из Шоус. Очень приятно, мистер Белфор. Уходите из этого дома, сэр. Уходите. Если между нами были обиды, то это в прошлом. Обиды? Это была вражда. Вражда. Давай забудем их, пока есть время. У нас еще есть общее дело. Я не верю, что кто-то из моих родичей замешан в убийстве. Но если это так, то я благословляю его на убийство очередного Кэмпбелла. Джеймса Глэна хотят повесить. Уходи из моего дома. Будь ты проклят, дурак. Дурак. Надо вернуться в Порт-Вильям. Что? Так всегда бывает. Ищешь помощь, и не получаешь ее, и делаешь все сам. Ты совсем спятил. Его будут охранять, как королевскую корону. Еще строже, я думаю. Мистер Стюарт, у меня есть родственник. Хэммш Макдональд. Мэри, возвращайся в дом. А ты убирайся отсюда, пока цел. Скажи им, дедушка, скажи им, что его убил Хэммш. Мэри, возвращайся в дом. А иначе ты меня застрелишь? Клянусь Богом, меня оправдают. Ты предала своего родича. Моего родича? Какого? О чем ты? Уходи, девчонка. Где мой отец? Он мертв. Где моя мать? Она в могиле умерла от горя, как и твоя жена. Где твои сыновья? Там же. Они все мертвы. Ты убил их всех своей вечной злобой, проклятым упрямством и непомерной гордостью. Я помогу тебе привлечь его к суду. Он находится в ущелье Кулиш. Ступай в Кинг Килли. Пройди дорогой, ведущей через Лакран, и ты найдешь его. Странно, я раньше не слышал об этой дороге. Ты считаешь себя слишком умным, Алан Брэк. Мэри покажет тебе путь. Там готова каша, дедушка. А еще холодное мясо и сыр. Уйди, девчонка. Если ты убьешь его, Алан Брэк, я затравлю тебя, как собаку. Зачем тебе выполнять работу англичан? Их видели. Здесь, здесь и здесь. Это земля Дункана Макдональда, графа из Данбри. Ты хорошо осведомлен? Я провел здесь три года. Макдональды из Данбри, и Стюарты, и Заппена всегда враждовали. Кстати, старый граф враждует почти с половиной горца. Отлично. Почему? Параграф 3. 25. Если дом враждует самим собой, он не может устоять. Старый вояка вроде графа может нам здорово помочь. Да. Я вас понимаю. Я слышал, вас хотят назначить агентом короля. Еще ничего не решено. Вы всегда получаете то, чего хотите. Это потому, что я никогда не позволяю себе хотеть того, что я не могу получить. Шоус, это красивое место, мистер Белфу? Полагаю, что да. Вы не знаете? Дом и земля находятся в распоряжении моего дяди. А вы его наследник? Полагаю, что я законный владелец. Когда умер мой отец, я узнал, что он был старшим сыном, а мой дядя младший. Но собственность у него... Внимание! Это странно. Там что-то случилось, мисс Макдональд. Пригнись. Наступай! Будьте осторожны. Вот он! Огонь! Наступай! Вперед! Бежим! Дэвид! Алан! Алан! Дэвид! Алан! Бежим! Дэвид! Что случилось? Это были они, сэр. И с ними была девушка. Какая девушка? Я не знаю. Должно быть, они ушли в ущелье Куриш. Какого черта они там забыли? Будет плохо, если мы не доберемся туда раньше, чем они. У нас еще есть шанс поймать Алана Брэка. Я не воин. И никогда им не был. Тогда начни учиться. Если ты хочешь справедливости от своего дяди, как ты говоришь. В долине, мисс Макдональд, мы решаем все вопросы мирным путем. Каким образом? Через законы. Законы? Да, закон. Мы цивилизованные люди, а не варвары. Какие-нибудь. Я часто слышала, что вы отлично сражаетесь, мистер Стюрк. Да. Вы лучший из горцев. Да, это ведь у меня в крови. Я с детства слышала истории про вас. Вы сражались при Колодой, не верно? Да. Сражался. Даже мой дед говорит о вас с уважением. Приятно услышать. Я думаю, человека можно уважать не только за то, что он хорошо владеет оружием. Вы собираетесь защищать своего друга, мистер Стюрк? Он очень молод. Вы так благородны. Он долго учился по книгам. Вы считаете это ценностью? Считаю. Я бы сам хотел получить образование. Мне кажется, что он джентльмен. Это ценностью, мистер Стюрк, мистер Стюрк, мистер Стюрк. Это ценностью, мистер Стюрк, мистер Стюрк, мистер Стюрк. Это ценностью, мистер Стюрк. Это ценностью. Осторожно. Мы почти пришли. Он находится там Ваш кузен хорошо знает вас в лицо? Да, конечно Я лучше пойду один Нет, я пойду с вами, нет Ждите здесь Хэмиш Макдональд, опасный человек, Аллен Брэк, очень смелый Безрассудный Он хорошо знает свои возможности, это нельзя назвать безрассудством Кажется, вы его очень уважаете, мисс Макдональд А вы нет, мистер Белфор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо Что? Что это? Вы можете помолчать? Мы должны предупредить его Уши предупредят его Вы трусите? Подумай, головой женщина Здесь ничего не поделаешь Уберите свои руки Итак, мистер Макдональд Слушайте меня внимательно Мы с вами отправимся в Форт-Вильям И там вы дадите показания перед судом Вы расскажете им правду Вы убили Кэмпбелла из Гленура За деньги Кто вам? Кто вам заплатил? Уильям Рид? Макдональд Алан Брэк Стюарт Именем короля Георга Вы арестованы Раз уж об этом заговорили Рисуете и этого человека тоже Его зовут Макдональд Он убил Красную Лесу О чем вы говорите? Ему за это заплатили Человек из вашего окружения Мистер Вильям Рид Отпустите этого человека Он напал на меня А я защищался Рота Вперед Полагаю, у вас есть родовой герб Мистер Белфур и Шоус Я придумала для него новый девиз По латыни, разумеется Здесь ничего не поделаешь Мистер Белфур К сожалению, вас будут судить в Эдинбурге Мистер Стюарт По делу высочайшей измены Жаль, что я не смогу повесить вас лично Признаюсь, я этим расстроен Но закон есть закон Алан? Ты нашел убийцу? Да, нашел Но это уже не важно Он мертв Тогда мне конец Завтра будет суд Целый выводок Кэмпбеллов Как ты и говорил Господи Как я мог тебя в это втянуть? Нет, я сам сюда ввязался Это чушь, дружище Я старый упрямый осел Который делает то, что он хочет И точка Будь ты проклят, Алан Ты будешь спорить со мной даже на Эшафоте Надо было увезти тебя в холмы Я бы не убежал У тебя не было бы выбора И больше никогда не будет Господи Я даже не знаю, почему Я всегда так ценил твою жизнь И никогда свою Теперь ты сам за себя Все окончено Его не должны понять Надо что-то сделать Что? Пойти к Макдональдам? Атаковать Форд? Майкл? А почему нет? Ты мелешь чепуху, девчонка Я согласен Вы же не воин, мистер Белфур Вы сами это говорили Да, но мне кажется, что я неплохо соображаю Если нам удастся Мистер Белфур Тихо Если мы ухитримся дать Аллану средства Я полагаю, он вполне сможет бежать Это верно Пинжал или пистолет в руках этого человека Наверняка превратится в ключ Свободы Но как? Вас знает кто-нибудь в тюрьме? Нет Меня тоже Если мы остановимся там на пару минут Думаю, у нас будет шанс Нет, спасибо У меня есть вопрос, мистер Ритт На который я требую ответа Тот, кого вы убили Защищая себя Был человеком, застрелившим Красную Лесу? Да И вы заплатили ему за это? Безусловно Господи Вот как вы служите королю Георгу Я служу королю так, как этого хочет сам король И служу хорошо Форбс Вы из хорошей семьи, но, к сожалению, никто не обеспечен хорошим доходом О чем вы, сэр? Поскольку у вас нет средств получить повышение, вы должны добиться этого своими трудами, а ваши покровители высоко ценят ваши заслуги, капитан Покровители? Вы же не думаете, что я занимаюсь делом такой большой важности в одиночку? Нет и нет Люди гораздо выше меня И вас Дали свое согласие Они очень высокого мнения о вас и собираются дать вам повышение Подумайте сами Стать полковником В 26 лет Видите, Лея Кэмпбелл из Гленора был слабым человеком, слишком слабым для такой должности А я Сильный человек И, полагаю, вы тоже Действительно сильный человек Джеймс из Глена Вас вызывают на суд Алан Если меня приговорят, а это так и будет То меня немедленно повесят Мы можем поговорить Ты всегда был остер на язык Это еще не конец, Аллан Мы продолжим нашу ругань в более приятном месте Время Доверься Господу, Аллан Его милосердию и его справедливости Девушки отдыхают Ну что? Все плохо Его уже вывели из тюрьмы Послушайте меня Послушайте все вы Послушайте меня Я буду говорить Послушайте слово Божье 35-й Псалом Защити меня в беде, Господь От тех, кто борется против меня И покарай свои силы тех, кто желает Меня уничтожить Пусть твой гнев И настигнет стыд тех, кто посягает на мою душу Пусть они станут пылью на ветру, ибо они плетут свои сети, чтобы погубить меня без причины Эти люди Лжесвидетельствуют Они обвиняют меня в том, чего я не совершал Избавь, Господи, мою душу от тех страданий Которым они меня подвергают Суди меня, Боже, согласно моим добродетелям И прости меня, Господи, за все грехи мои Человек, рожденный женщиной, имеет жизнь короткую, и она насыщена страданиями Он взлетает, но Господь осуждает его Капитан, я сильно проголодался Не хотите пообедать? Простите, сэр, но у меня есть дела поважные Эй! Теряк! 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 КОНЕЦ Торопитесь, здесь полно английских солдат. КОНЕЦ Итак, чем быстрее вы окажетесь в долинах, тем лучше и для вас, и для меня. На лошадях мы могли бы довезти их за несколько дней? Мы сделали более чем достаточно. Возвращайтесь и спрячьтесь. Вы перейдёте через Устье по мосту Стирлинга, да? Скорее всего. Удачи, мистер Стюарт. Мистер Белфор, надеюсь, мы с вами ещё встретимся. Я буду ждать этого. Надо вернуть тебя в долину, Дэвид, и в дом Шоус. Это хорошая страна. Ты не находишь, Дэвид? Это запустение. Саксы. У вас много мозгов, но в душе вы совсем без поэзии. А насколько я понял, у вас, горцев, слишком много поэзии и совсем мало мозгов. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Этот холм. Куринеки. Немногие смертные сходят этой дорогой. Я не сомневаюсь. Немногие смертные сходят этой дороги. Это просто восхитительно. Очень вкусно. Здорово. Можно было бы подсолить, но и так неплохо. Что? Я говорю, можно было бы соли добавить. Ты для меня лучшее лекарство, Дэвид. Иногда я тебя совсем не понимаю. Я много наблюдаю. У тебя была девушка, когда ты покинул деревню? Нет. Никаких разбитых сердец? Нет. А вот ты, наверное, разбил много сердец. Нет. Только одно. Она была для меня всем. Но я женился на этом. На оружии и на короля. Алан, научишь меня драться на мечах? Зачем? Ты хочешь стать воином? Я просто подумал, что... Ну, это должен уметь каждый мужчина. Вот так. Давай. Давай. Паршивое начало. Неплохо, Дэвид. Только не поранься. У тебя больше оружия, чем у меня. Мозгов, Дэвид. Мозгов. Что там? Боже мой. Вы же таскаешь на себя это золото. Ты как будто пьяный. Нет, я просто устал. Все нормально? Да. Ложись, поспи. Дай мне 10 минут. Я приду в себя. Я. 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 Иоанн, приди в себя, парень. Фрэнсис, посмотри на себя, ты стал жирным, как корова. Где твой старик? Сними эту шляпу, мерзавец. Дэвид, это самые славные парни, которых ты когда-либо встретишь. Это очень большая честь встретить в своей жизни этих людей. Идемте, ребята. Где этот мерзавец? Где он? Это сыновья Клуни Макферсона, парень. Мы вместе сражались с англичанами. Его разыскивает король. Король, парламент и солдаты. Он еще хуже, чем я. Я думал, он прячется во Франции. Нет, только не он. Он живет как бойцовый петух в родной стране, вместе со своими людьми. Теперь ты увидишь жизнь настоящих горцев. Дружище. В чем дело? Нет, только не надо выбиваться и сил, Дэвид. Пойдем. Ты ужанен до самых своих костей. Просто слабак. Ты всего лишь нес золото. И теперь я несу вас обоих. Отдохнешь в пещере у Клуни. Клуни! Брэк, ты еще жив? Я живу как богат, дружище. Я не сижу, сложа руки и не тряплюсь о старых добрых временах. Я знаю, они еще вернутся. Мы вернем Шотландии, я была величия. Вернем. Дэвид, тебе лучше? Немного, кажется. Тогда садись за стол, мистер Белфур из Шоулс. Не скрывай свое имя от Клуни, Дэвид. Я сохраню вашу тайну, мистер Белфур. Вы могли бы отдать 10 тысяч генеи за мою скрытность. Ешь. Приветствую тебя в моем доме. Весьма странном и заброшенном местечке. Но однажды я принимал здесь королевскую особу. Не сомневаюсь, что ты знаешь того, о ком я говорил, мистер Стюарт. Раз ты носишь его фамилию. Да. Да-да, здесь был молодой, красивый, сильный духом принц. И это было великим событием. Я пью за его отца, истинного короля воды. За короля. А почему ты не пьешь с нами, мистер Белфур? Он южанин. Он не умеет. Он не пьет. У меня голова болит. Я выйду на свежий воздух. Мистер Белфур Шоус. И чем он занимается, Алла? У меня была надежда изменить его. Судя по всему, у тебя ничего не вышло. Как ваша голова, мистер Белфур? Уже лучше. Окажите мне, Чейси Граф, с нами несколько партий в карты. Это предложение мистера Стюарта, и он, кажется, собирается обобрать меня до нитки. Так, мистер Стюарт. Я откажусь, сэр. Вы боитесь потерять свои деньги, мистер Белфур, из Шоус? Вы как-то странно выглядите. У него тяжелая рука от Луни. Да, я именно это и подумал. Я мог бы сослаться на свое недомогание в качестве причины отказа, сэр, но я не стану. Я обещал своему отцу никогда не играть в карты, поскольку это не достойно ни джентльмена, ни христианина. Да кто он такой? Нет, Клуни, успокойся. Он унижает Клуни Макферсона в его собственном доме. Успокойся, у тебя есть сыновья. При чем здесь это? Думаешь, они примут твои ценности без возражений? Пусть попробуют не принять. Будь к нему и снисходительен. Пусти меня. Успокойся, Клуни. Я сказал, пусти меня. Успокойся. Шестерка, шестерка, семярка, восьмярка. Вот так. Отлично. Начнем с четырех. Семь, восемь, девять, одиннадцать. А вот, вот и валет. Валет. Нет, нет, это дама. Валет. Нет, дама. Валет. Валет. Семерка, пятерка, девятка. Валет. Вы проигрались, мистер Стюарт. Или у вас есть еще деньги? Или одни дырки в карман? А как насчет этого? Эй! Да, нет? Да, нет. Так. Деви. Деви. Что? Деви. Деви. Что? Что? Возьми это. Что? Дай мне денег. Ну, денег, вдолгу. Давай карты, Клуни. Ты выиграл? Выиграл. Я проиграл. Все, что было? До последнего пения. Ты все проиграл? Твое и мое. Это невозможно. Там были и мои деньги. Вы горцы дураки. Я не могу больше выносить ваш образ жизни. Дэвид, это не образ жизни. Друзья должны поддерживать друг друга в беде. И как мне к этому относиться? Дэвид, ты спас мне жизнь. Теперь я должен тебе денег. Джентльмен должен принимать трудности достойно. Постарайся понять. Теперь ты объясняешь мне, как должен вести себя джентльмен? Тебе предстоит еще многому научиться, юноша. Ты проиграл деньги своего принца в карты. И еще рассказываешь мне о том, как должен вести себя джентльмен? О чем ты говоришь? Я не истратил из этого ни единого пения. Я видел эти деньги на столе? Никогда не смей говорить мне, что я предал свое дело. А почему нет? Ваше дело проиграно, разве нет? Все уже в прошлом. Шотландия развивается. Мы выбрали короля Георга. И кто против нас восстанет? Ты! Ты! Твое время прошло. Вы, Стюарты, потеряли трон из-за вашей глупости и пороков. И ты знаешь это. А что касается твоего принца Карла? Что он такого сделал? Что реально он сделал? Он принес в высокогорье беды, разрушения и гражданскую войну. Он даже не был шотландцем. Он не был шотландцем. Ваше дело умерло. И ты это знаешь. А значит, беги с Achooкой. Нахо нынешний спирт. Музыка. Ваше дело умерло. Ваше дело умерло. И, ваше дело умерло. И, ваше дело умерло. Ваше дело умерло. Девушки отдыхают Капитан, их обнаружили Где? Около двух миль на север Сержант, сэр Поднимайте людей Сэр, вставайте Вставайте Первая рота Приготовится к наступлению Вот так мы, капитан Терпение и настойчивость Поверясь, шот Поверясь, шот Сэр Поверясь, шот Поверясь Девушки отдыхают Кажется, теперь нам не уйти. Алла. Это повозка Макдональда. Садитесь. Лежите и не высовывайтесь. Внимание. Остановитесь. Я Мэри Макдональд из Дандри. Мой дедушка, граф, очень серьёзно заболел. Мои извинения, мадам. Пропустите их. Старый козёл, тебе ещё жить и жить. Скажи спасибо, Мэри. Я сказал, что нам это дорого встали. Я сказал, что Аллану Брэку не нужна наша помощь, но она настаивала. Дедушка. И очень беспокоить состояние здоровья мистера Белфора. Так вы просто случайно проезжали? Мы были совершенно уверены, что вы доберётесь до моста Стирлинга, поэтому мы остановились в гостинице и ждали вас там. Столько англичан, везде есть свои шпионы. Стойте! Что ты себе позволяешь? Дай мне проехать. Проклятие, ты знаешь, кто я такой? Я граф из Данбри. Мы почти приехали, дедушка. Господа, мы в долине. Мы добрались, Дэвид. Мы на месте. Что ты думаешь? Мы вместе. Здесь проезжал граф несколько часов назад. Клянусь, с ним никого не было, только старик и его внучка. Ладно, перейдите мост, капитан, продолжайте поиски, сообщите мне, когда найдете. Вы хотите, чтобы я преследовал их сам? Здесь мои полномочия заканчиваются, но я должен их повесить. Приведите их мне, капитан. Сэр, вам нужно повышение? Тогда действуйте. Поймать падающую звезду, найти с ребенком корень Мандрагоры, рассказать мне, где мои ушедшие годы или кто подвернул ногу дьяволу. Научите меня слушать пений русалок, научите не испытывать зависть, помогите мне понять. Мисс Макдональд, я хотел сказать, спасибо вам, что вы были виноваты. Вы пришли к нам на помощь. Еще я хотел извиниться, кажется, я назвал вас дикатой, по-моему, так. Вы не должны извиняться. Я приношу вам свои извинения. Простите, мистер Белфор, но вы такой серьезный. Этим утром я узнаю свою судьбу у адвоката, Рен Кейлор. Вы вернетесь и расскажете мне все, как прошло. Получите ли вы свое имение? Я с удовольствием это сделаю. Итак, ты направляешься во Францию. Да. Возьми. Возьми это с собой, когда поедешь. Не смотри, как осел, бери это. И передай их величеству, что у него еще есть верные друзья среди Макдональдов из Донри. Ты пожмешь руку, стертую за аппин. Не хотите выпить, капитан Форбс? За что мы будем пить? За будущее и за смерть Вильяма Ридда. Здравствуйте, мне нужен мистер Рен Кейлор. Здесь нет никакой тайны, мистер Белфур. И не было никакого обмана. Пока ваш дядя не попытался вас похитить, что меня просто возмущает. Ваш отец Александр Белфур и его брат Эбенезер оба влюбились в одну женщину, мисс Питероу. В мою мать? Да. В вашу мать. Дом Шоузов находится в Майорате. Вы знаете, что это значит? Нет, сэр. Это значит, что его нельзя продать. Он должен только передаваться по наследству из поколения в поколение. Итак, ваш отец был старшим сыном в семье. Это я знаю. Поэтому он унаследовал имение. А ваш дядя Эбенезер не имел ничего, кроме безумной страсти к мисс Питероу. И он использовал это в своих целях. Ваш отец передал ему наследство, а он ваш дядя уступил ему женщину. Мой отец отказался от имения ради любви к моей матери. Именно так. Но только на время своей жизни. Со дня его смерти вы стали законным владельцем Шоуз. Вы владелец имения. Неудивительно, что Эбенезер хотел убить вас. Вот это я понимаю. Радушный приём. Ещё один шаг вперёд в итроп, мистер Горец. И хорошее начало для встречи. Я очень рад. Я пришёл по делу. Как уже сказал. Вы этого не говорили. Был один мальчик. Его выбросило на берег Ардноморкана. Живым? Ну, разумеется, живым, сэр. Дэвид Берфур. Долгая и утомительная забота по уходу и лечению больного мальчика. Это было весьма недёшево. Не сомневаюсь, скажите, сколько, мистер Горец? Сэр, глупо было бы тратить на это свои деньги, не рассчитывая впоследствии их вернуть. Хотя бы часть. Ладно, вы правы. Я думаю, мы сможем договориться, мистер Горец. Я вдруг вспомнил, что вы можете заплатить мне ещё, чтобы он оказался мёртвым. Что? Что вы такое говорите? Ну, он мне кое-что рассказал, сэр, когда у него был приступ лихорадки. Вы же похитили его и... ...посадили на корабль. За шестьдесят-то гене. Шестьдесят гене? Да. Он так сказал? Я не платил за это ни пениса. Мне и не надо было. Они взяли его за возможность продать на аукционе рабов в Америке. Это мне ничего не стоило. Ни единой монетки. Это как раз то, что нам нужно. Добрый день, мистер Белфур. Разрешите представить мистера Кроуфорда? Он из полицейского суда. Он слышал каждое ваше слово и будет свидеть. Здесь есть вторая дверь. И ключ у меня. Мистер Белфур, уберите свои руки. Это не ваши деньги. Он не получит мои проценты. Я не отдам золото, которое я заработал. Закон считает иначе. Я не отдам мое золото. Закон в данном случае гласит, что все непотраченные средства, полученные из имени, остаются владельцами имущества. Но, но... Это ложь. Это отвратительная ложь. Короче, сэр, каждое пени, которое вы урезали и припрятали за всю свою жалкую жизнь, принадлежит вашему племяннику Дэвиду Белфур. Жалкий, ничтожный мерзавец. Его ждет корабль, который направляется во Францию, с вашего разрешения. Дальше мы должны идти пешком. Построиться в колонны. Построиться в колонны. Вперед. Предлагаю вам подождать здесь, пока я не выведу людей на позиции. Поверьте, капитан, больше ошибок не будет. Не сомневайтесь, мистер Ри. Поворачиваем налево. Простите, сэр, но разве эта дорога ведет к побережью? А мы не идем к побережью, лейтенант. Мы возвращаемся в казармы в Креммонде. Но, сэр, я думал, это приказ мистера Рида. Вопросы есть? Нет, сэр, конечно нет. Правильно. С ним не стоит спорить. Идите, лейтенант. Вперед. Мистер Рид. Мистер Рид. А вы принимаете меня за джентльменом, мистер Стеор. У меня нет намерения драться с вами, и вам придется убить безоружного человека. И мне любопытно, что возьмет вверх, ваша честь или ваша ненависть ко мне? Что же? Всего хорошего, мистер Стеор. Кучер. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Останови. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это мой прощальный подарок, Дэвид. Я не могу взять твою шпагу. Валан, бери, она мне больше не нужна. Повесь её на стене в своём большом новом доме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не сомневайся, что у тебя будут сыновья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь и в твоей душе живёт поэзия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отчаливай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алан Брэк Стюарт и Дэвид Белфор больше никогда не встречались. Алан отправился делать блистательную карьеру во французской армии. Он умер в Париже в возрасте 65 лет. Дэвид Белфор женился на Мэри Макдональд. И Алан был прав, у них родились сыновья. Они были не горцами и не южанами. Они были шотландцами. На русский язык фильм озвучен по заказу компании Екатеринбург Акт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok